Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, мы продолжаем играть в Tower Conquest и заходим в тренировку, чтобы забрать своих бойцов. Я надеюсь, они все у меня оттренировались и, как говорится, продолжат наш путь боевой. Да, все ребята, они у меня готовы были, отлично. Так, ну в армии, как мы видим, ничего не прибавилось, давайте зайдем в квест и заберем с вами один гем. Грубо говоря, нам еще, ребята, не хватает соточки, 100 гемов и, как говорится, сундук эпический будет у нас открыт. Так, смотрите, что нам достается. Нам достается 21 карточка самурая, это автоматически, и что-то еще будет нам доступно из сундука. 19 карточек на короля, 17 карточек на ядербот и также мы увидим зомби вместе с эльфом и 16 тысяч голды. Естественно, ребята, по закону жанра мы должны с вами пройти еще один бой, чтобы, как говорится, заранее себе сделать откатик. Так, поехали, ребят. Быстренько сейчас все это дело здесь разворотим и приступим к прохождению сюжетки нашей. Так, ну что, тут особо париться не будем, потому что враг 45 уровня, я думаю, никаких проблем вообще не должно у нас тут возникнуть. Буквально даже может быть... Ага, радиоактивный зомби. Вот так когда-то он, ребята, выглядел. Я уже, на самом деле, и забыл, что он выглядит именно таким вот образом. Так, и я думаю, что, наверное, одного паладина здесь будет достаточно. Хотя даже молотильщик, ребята, молотильщик справился с этой миссией просто на изи. Ну что же, мы с вами прошли, тайминг у нас запустился, через 5 часов у нас будет, ребята, опять доступна награда. Давайте посмотрим, что у нас в магазине. Бесплатно я беру репульсора. Отлично. Так, и мы, ребята, видим, что у нас есть опыт, да, продается. Но я думаю, что не стоит тратить деньги на опыт, потому что мы его рано или поздно сами сможем получить. Ну и теперь, естественно, отправляемся с вами на последнюю карту. Ну, карта, ребята, это подданные здесь. И встречает нас разбойник вместе с черным мечником. И как мы видим, ребята, уже 100 и 99 уровень у нас здесь на подходе. Я думаю, что да, мы, пожалуй, начнем именно вот с этой колоды с вами. Именно с нее продолжить. Ну, давайте, ребята, тут главное что? Контролировать, конечно же, разбойника. Погоди, погоди. Блин, ну я не на это рассчитывал, на самом деле. Так, успеем? Интересно, я должен успеть. Да, ребята, я успеваю. Также я должен, ребята, Ронина, Ронина подловить. Ой, Ронина подловить. Разбойника. Все, шикарно. Нет! Ты смотри! Воу-воу-воу, тихо! Ты смотри, что происходит, ребята. Ё-моё, нифига себе, ты понял? Мой Ронин, да не то, что Ронин. Вообще никто, ребята, не смог справиться с разбойником. По-моему, он сейчас мне замок разбомбит. Возможно, замок-то, конечно, не разбомбит. Но вы сами прекрасно видите, что происходит. Далеко мы так, ребят, с вами уйдем. Далеко. Так, что? Опять идет разбойник. И опять же нам, ребят, не хватит, да? Нам не хватит. Нет, успели. Но в любом случае, ребята, мы с вами прошли очень отвратительно. Потому что этот разбойник, Ахламон, все-таки нанес мне урон по замку. Вот это начало. Ты прикинь, у меня маг-воин и Ронин не справились с разбойником. Слушай, это что-то с чем-то. Это какой-то эпик. Слушай, давай попробуем тогда вот этой колодой. Я, знаете, что сделаю? Я буду выставлять щитобота, который будет, да, мешать. И сразу же, наверное, мы подключим сюда молотильщика. Вот таким образом попробуем, ребят, с вами здесь отыграть эту роль. Так, выходит у меня этот. Так, и вот, ребята, видите, идет разбойник. Давайте ловить. Успеем? Успели. Успеть-то успели, ну. Да что ж ты будешь делать? Опять, ребята, я лопухнулся. Мне нужно было вызывать паладина, конечно же. Но я почему-то сглупил. И, как вы понимаете, опять у нас ничего не выйдет. Опять ничего не выйдет, потому что, ребята, смотри. Ну, слава богу, у меня паладин выдерживает удар разбойника. Так. Оу, подожди, зачем я так делаю? Мне, ребята, по идее, надо бы призвать сюда друидку. Почему именно друидку? Ну, чтобы она хотя бы захиляла мне наш замок. Давай попытаемся это с вами успеть сделать. Так, друидка, давай быстрее. Ты мне здесь нужна? Так. Я, ребята, не буду ничего здесь брать, активировать. Пускай моих солдат здесь разберут. Давай мы вот так вот призовем друидку здесь. Друидка, давай отхил. Отхил ставь мне, пожалуйста. Она поставила тотема на отхил? Да, ребята, поставила. Отличненько все. Вот только таким макаром, ребята, у нас все должно и получиться. Мы захилялись и базу, соответственно, разбомбили. Фух. Сам того не понимая, ребята, я себе увеличил награду. Нажал нечаянно. Ну, ладно, лишних денег никогда не бывает. И мы переходим с вами ко второй главе. И, значит, здесь, ребята, разбойник. Но он уже 99 уровня. Но здесь есть у нас спамер. Именно крестьянин у нас будет здесь спанить меня. Спавнить. Короче, нервировать. И давайте, наверное, мы так же и поступим с вами, да? Этой же колодой попробуем отыграть нашу роль. Нашу роль защитника, конечно же. Так, немножко расстояние увеличилось. Но это ерунда на самом деле. Вот, 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 вот. Бежит тот самый проказник. Так, что нам дальше, ребята, нужно сделать с вами? Наверное, скорее всего, нам нужно призвать сюда паладина. А я успею, как вы думаете? Должен, по идее, успеть, ребята. Вот, а тут еще и разбойник, ко всему прочему, у нас привалил. Давай тогда сделаем вот так вот. И нашего щитобота. Да ладно, есть. Вот, ребят, нам только таким макаром повезло с вами. Так, попробуем. Опять. Смотрите, что происходит, ребят. Опять идет разбойник. Опять идет разбойник. Давайте попробуем вот так вот сделать. И добить его ультой. Все, шикарно. Здесь вроде бы как отбились. Давай-ка, наверное, он будет постоянно, ребята, выпускать. Ууу. Ну, что могу сказать, ребята? Очень хорошо все получается пока. Давай, наверное, попробуем все-таки вызвать с вами друидку. Попробуем с вами вызвать друидку. Подожди, подожди, подожди. Так, этот выходит, да? Давай тогда так сделаем. И вот так вот. Я не пойму, мы разбойника наказали или нет? Что-то я его не вижу. Где он там? Что-то как-то странно тут все происходит. Ага. Он в инвиз. Он в инвиз, ребята, ушел. Я же видел это. Получил, короче, свое. И теперь я буду призвать друидку. С друидкой, конечно, все совсем будет по-другому. Все намного проще и лучше. Так, мы его застанили. Разбойник, естественно, ничего не может сделать. Сопротивляется. Но это, по-моему, ребят, будет бесполезно. Карточку отдай мне сюда, пожалуйста. И все. И деньги тоже отвали. Так, нормуль, ребят. Все хорошо. Все попытки у нас пока удачные. Кроме первой. И здесь прибавляется маг. Е-мое. Мне опять придется брать вот эту колоду. Я не хотел, на самом деле. Потому что... Но она мне пригодится, наверное. А если мы возьмем эту? Давай попробуем, ребят, сыграть вот этой колодой. Маг противный, конечно, здесь. Да. С сотового уровня он будет сейчас бомбить здесь. Ух. Очень, очень серьезно. С кого он начнет? Если начнет с разбойника, то хорошо. Потому что разбойника... Нет, он не с разбойника начинает, ребят. Что мы будем делать? Давай Ронина, наверное, выпустим здесь, да? Ой, сейчас Ронина, по-моему, у меня, ребята, шлепнут здесь. И рыцаря мага. Давай вот так вот. Хорошо. Через отражение было великолепно сыграно у нас здесь. Карточку забираем. Хотя она мне и не нужна, на самом деле. Так, а вот, ребята, и маг. Мы с вами вот так вот сделаем. Хе-хе-хей. Господи, ну басос-то ты какой. Так, подожди, радоваться. У нас идет, смотрите, кто. Идет, собственно, персонный разбойник. Ну, мы его, ребят, сейчас поймаем здесь. Он никуда не денется. Так, выпускаем, наверное, Ронина с вами. Йоу. Сейчас разбомбим замок. Ребят, сейчас... Да. Слушай, ну, пока хорошо. Главное, что мы с вами влились в игру, и все идеально идет у нас. Давай, смотри, здесь. Да что такое? Он везде, ребят. Он в каждой колоде, этот разбойник противный. Я ничего, ребят, менять не буду. Оставляем эту пачку в данный момент, да, и пробуем. Расстояние здесь уже довольно прилично, и это хорошо. Это меня уже радует, потому что пока они тут дойдут, мы с вами уже здесь наделаем делов, как говорится. Почему я хочу вызвать прыгуна, ребята? Потому что прыгун нам поможет в одном деле. Когда будет выходить разбойник, да, он будет в инвиз уходить сразу от прыгуна. Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка от прыгуна, да? Должно, по идее, быть так. Так, Родин, снесешь, он, ребят, не справляется почему-то с крестьянином с первого удара. Ну, это и понятно. Враг-то уже какого уровня, сами понимаете, да? А вот, ребята, и разбойничек. Вот, мы его накажем сейчас. Наказали. Тут, естественно, мы всех ушатаем. Я даже вот так ульту, наверное... Нет, без нее пока. Пока без нее. Хотя вот сейчас бы надо бы преподать им урок. Давай-давай-давай, бомби. Все, отлично, ребята. Ну что же, как вы понимаете, у нас с вами ведьма. Ой, я, кажется, сделал большую, ребят, ошибку. Я, кажется, сделал, ребят, большую ошибку. Хотя нет. Нет, все хорошо получилось. Мы убили разбойника. Я, честно говоря, думал, что он все-таки проскользнет у нас здесь. Но не тут-то было. Так, идет опять разбойник. Так, он бомбит по ведьме. Ульта пошла. Забираем здесь монетки. И вызываем мага-рыцаря. И еще одну чумную мышь. Даже не понадобилось, потому что разбомбили мы все здесь в хлам. Отлично, ребят. Ну что же, заключительный уровень здесь у нас с боссом будет. Кто босс? Король. Король, босс. Поехали. Поехали. Знаете, почему я беру именно ведьму против короля? Ну, потому что он бьет проникающим ударом копья по первому врагу, да? А первый враг у нас кто? Конечно же, при ведьме это у нас зомби. Мне не жалко пожертвовать каким-то там никудышным зомби ради того, чтобы его наказать. Но не забываем сотый уровень все-таки у него. Так, погоди. Вот так он начал, да? Весь этот сумбурт. Ну, здесь мы его поймаем. Это однозначно. Разбойник здесь ничего не сможет сделать. Я его подловлю на мага-воина. Вот так это выглядит. Так, дальше все должно быть тоже хорошо, идеально сработано у нас. Единственное, что сейчас в данный момент я буду призывать себе, конечно... Так, погоди. Погоди, погоди, погоди. Он делает вот такой хитрый ход. Давай попробуем вот так вот забомбить. Отлично, получилось все. Ульта мне еще, как говорится, помогла здесь все зашибись. Так, а вот маг это плохо. Опять, смотри, опять бежит этот пройдох. Он достал, вот серьезно говорю. Он меня достал. Давай, бомби его, ведьма. С удара должна накрыть. Да, с удара накрывает, конечно же. Заморозочка нам здесь в помощь, естественно. Вызовем с вами прыгуна. Вызовем с вами мага-воина. А вот, ребята, и король собственной персоны. Если бы еще бы Ронин бы, у меня бы здесь выбегал бы в идеалочке. Было бы вообще отлично. Но у меня есть ульта. Сейчас, ребята, я ее запущу. И короля как будто здесь и не было. То есть ульта пробивает его довольно хорошо. А вот маг этот, конечно, жарит не по-детски. Опять, опять вышел разбойник, ребята. Опять он выходит. И он бомбит. Нет, не добил он мне ведьму. Но здоровья у нее, конечно, очень мало. Так, давай мы будем сейчас пробивать замок. В конце концов, хорош на него уже смотреть здесь. Насмотрелись, да? За все время нашей игры. Да, ребятушки, мы победили здесь. Мы победили. Идеально забираем наш заслуженный реворд. И давайте смотреть, что нам тут достанется. Да что ж такое, ребята? У меня все время достается король. Понимаете? У них какая-то миссия. Затравить меня королями. Так, и здесь у нас эльф. Здесь у нас бандши. И здесь у нас пес храма. Ну что, ребята, перелетаем с вами в 81-й портал. У нас всего лишь... Сколько получается? 18 порталов мы еще с вами пройдем. И все. И игра будет у нас, ребята, пройдена. Так, поехали. Погоди, поехали. Что у нас тут? У нас нефритовая долина. У нас захватчики. У нас подданные. У нас опять же нефритовая долина. И нежить. То есть две нефритовые долины, получается. Понял. Здесь будет разнообразие, ребята. И начинается у нас, естественно, с тигра. Да, 96-го уровня. И копейщика. Не очень хорошее у нас здесь будет начало. Потому что, ну, тигр вот этот вот, ребята, меня на самом деле очень сильно раздражает. Очень сильно. Он просто будет здесь сносить, наверное, всех. Ну и, конечно же, конечно же, копейщик. Без него тут вообще никуда. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Голем, 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 голем. Успел? Не успел. Да ладно. Я не успел, ребята. Прикинь. Не успел вызвать голема, как этот копейщик уже подбежал и нанес мне урон. Пфи. Ну и что делать тогда? Прикажете мне. Я не знаю. Вот серьезно говорю. Я не знаю, что тут сделать. Естественно, будем переигрывать. Этот тигр прицепился к нам. Давай вызовем баллисту и бомбанем фаерболом. Вот. Почему, ребята, я ненавижу этого тигра. Сами сейчас все прекрасно видели. Что произошло? Достаточно было одной волны и территория здесь зачищена полностью. Я не удивлюсь, если это повторится. Нисколечко не удивлюсь. Ну, даже если и получится, никакого от этого толка не будет. Потому что, ребята, ну переигрывать надо. Переигрывать. Да смотри, что творит, а. Просто смотри. Естественно, Грифон нам здесь в помощь. Потому что против него, у него юнитов нету. Подбить он его никак не сможет. Ну, а мы будем потихонечку разбирать. Даже несмотря на то, что он выпустит свою волну. Зато, смотрите, ребята, мы с вами... А, офигли нам карточки на тигра. У нас тигр прокачан полностью. Смысл тогда? Смысла нет абсолютно. Хорошо, мы прошли. Но перепроходить нам явно придется этот уровень. Так, а если нам, предположим, взять вот этот вот... Нет, тут как-то не особо пойдет. Ну что же, ребята, давайте тогда попробуем еще, наверное, разочек бомбануть этим отрядом. Я не знаю, прокатит у нас или нет. Тигр. Всю малину мне портит именно тигр. Эй, погоди, 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 погоди. Да что ты... Успел? Успел. Фух. Так, этого тоже должен наказать. Все, нормально, ребята. Сейчас выйдет тигр. Но тигр, вы знаете, что он злющий. И даже маг-рыцарь здесь может у меня не выручить. Хотя, смотрите, что происходит. Ребят, смотрите, что происходит. Вот он вышел. Вот он вышел, этот говнюк-тигр. Давайте выпустим еще одного Ронина. Вау. Для меня это был нежданчик, если честно. Мы с вами прошли. И переходим сразу на второй уровень. И здесь у нас, ребята, прибавляется храмовый пес, который может нас, солигонцухи, так сказать, спугнуть. Я думаю, что, наверное, возьмем с вами вот этот отряд, потому что он сейчас будет наверняка спамить именно копейщиками и самими псами. Сейчас мы будем в этом убеждаться. Так, побежит или нет? Давайте, на всякий случай, вызову голема. И будем, наверное, с вами копить на грифона. Мне кажется, грифон здесь нужен будет. Смотри, что происходит. Сейчас будет, наверное, пугать или не будет. Получится или нет? Ха, получилось. У него, ребята, получилось. Тогда джаггернаута, конечно же, вызываем. И уже после него будем вызывать с вами грифона. Вот. Грифона почему, ребята? Ну, чтобы, если тигр выйдет, если он помрет, он не накрыл всех моих юнитов. Опс. Нормуль, я вам скажу. Пока все хорошо. Давайте вызовем голема. И заморозку применим. О, карточка на пса нам выпала. Отлично, ребята. Идем далее. Слушай, можно даже попробовать вызвать деда. Хотя, мне кажется, он уже здесь не понадобится. Смотрите, какой пошел разбор полетов у нас идеальный. Давай, деда на всякий случай призовем. Так, дед пошел. Ну все, тут, ребята, изи катка. Победа будет за нами. Сто пудов. Фаерболт, если что, мы с вами запустим. Ну-ка. Да, я запустил, но они быстрее разрушили замок. Ну что же, неплохо. Совсем неплохо. Оу, вау, 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 вау. Ребята, Ронин. Ронин здесь появляется. Твою же маковку. Как мне быть здесь? Ронин да тигр. Это люто. Это очень люто на самом-то деле. Но нам деваться с вами некуда. И поэтому, ребята, будем противостоять. Сейчас, как всегда, наверное, побежит Ронин. Сто пудов. Вот чувствую, что Ронин начнет эпопею всю. Естественно. Естественно, ребята, Ронин. Он здесь всех разберет. Вау. Это, ребята, фарт. Вот сейчас в данный момент был фарт. Но он опять будет вызвать Ронина. Ведь стопудово. Но он медленно идет. Хорошо, отлично, ребята. Поэтому я успею, наверное, призвать рыцаря. Рыцарь есть. Сейчас мы с вами еще сделаем откат. Тигр пришел. Ох, ребята, пришел тигр. Давай-ка вот так сделаем. Ага. Пока. Оу. Ронин, Ронин, ребята, вышел. Черт подери. Как? Как ты это сделал? Паршивец ты этакий. Ну, как ты это делаешь, а? Как он все это успевает, ребята, прокрутить, провернуть, а? Так, ураганчик. Это то, что мне нужно, ребята. Это мне поможет в дальнейшем. Ну, что же. Я, наверное, попробую все-таки призвать друидку. У меня есть небольшой шанс, ребята, здесь выиграть. Понимаете? Давай-ка вот так вот сделаем. Оу, мы тигра откинули маленечко даже назад. Отлично. Лишь бы не волна, ребята. Только бы не волна. И все будет хорошо. Замечательно. Так, у нас минута в запасе на все дела. Поэтому давайте, ребята, будем двигаться далее. Так, бам-бим, бам-бим. Так, тигр выпускает душу. Ну, как видите, ребята, все пока хорошо. Мы еще и отхиливаемся при этом. Значит, я думаю, что победа будет за нами. Так, давай еще одного всадника на журавле вызовем. На всякий случай. Да? Ой, как классно мы с вами разбираем врага. Ммм. Просто загляденье. А то по-другому не назовешь. Все, ребята, вы сами поняли, да? Победа за нами. И мы переходим на предпоследний четвертый уровень. Здесь ниндзя. Кстати, ниндзю мы с вами давненько уже не видали. Почему-то я не могу вспомнить, когда я в последний раз вообще ее видел в деле. Так, и что же нам здесь сделать? Можно попробовать вот этим вот отрядом. А можно попробовать и вот этим друидским. Давайте попробуем отряд, где у нас есть друидка. Поехали. Так. Ниндзя. Ниндзя, ребята, здесь будет, наверное, у нас выступать. Хотя он начнет, скорее всего, опять же, с копейщиков. Что-то никого не вызывает. Что-то ждет, ребята. Выжидает он что-то. Что-то странное. А может быть, тигр сейчас пойдет. Тоже не исключено такое. Но я уже накопил, ребят, 500 манной. Сейчас я вызову друидку. Все равно я должен успеть, ребята, вызвать друидку. Давайте попробуем сделать. Так, отлично. О, 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 ниндзя идет, ребята. Идет у нас ниндзя. Давай попробуем вот так вот сделать с вами. Так, этих мы наказали. Тот у нас испугался. Лишь бы не было души тигриной. Так. Нам повезло. Для первого раза нам, ребят, повезло с вами. Никакой души не было. Разбираем. Так. Вот то, что от хил действует, это, ну, просто имба, ребят. Когда друидка ставит тотемы на хил, это вообще великолепно. Так, давай еще одного тигра. И вот сделаем ульту. Ага. Слушай, ну классно. Мы с вами продвигаемся здесь. Вообще идеально. Разбираем. Хиляемся. То есть нам вообще никто ничего не делает. Никаких юнитов не убивает у нас. И мы уже подошли вплотную к замку. Все, ребята. Давай бомбить. Давай будем бомбить. Давай вызовем садника на журавле еще одного. И молотильщика на всякий случай. Е. Шикарно. Переходим на заключительный этап. Здесь у нас богиня солнца. Здесь у нас Ронин. Здесь все враги, ребят, которых я терпеть не могу. Практически, да? Как думаете, получится вот таким отрядом у нас сыграть? И я почему-то не уверен, но попытаться хочется. Потому что здесь у нас больше всего энергии. Поехали. Фух. Начнет с кого? Он вначале, ребят, наверняка никого не будет вызывать. Хотя, на всякий случай, нам надо будет хотя бы Джаггернаута призвать. Да? Мы на... Или... Подожди. Давай, наверное, Джаггернаута призовем. Пускай он идет хотя бы. Ну как... Ага. Вот даже как. Ладно. Сейчас они быстро, конечно, мне Джаггернаута, ребята, покромсают. Очень быстро его разбомбят. Так. Давай я вызову Грифона. И буду уже копить, скорее всего, на деда. Фаербол, ребят, фаербол. Запускаем. Ой, Грифон, 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 Грифон. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Как вариант, это тоже, ребята, годится. Ну что, тигр, блин. И богиня. Да, ребята, и богиня солнца вышла. Это, черт подери, очень плохо. И фаербол, ребята, у меня, к сожалению, еще в откате. В далеком, в далеком, ребята, откате. Смотри, как она пробивает. Ребят, вы посмотрите, что делает. Поехали. Е. Ну, подожди, радоваться рано еще. Ребята, радоваться рано, потому что я ее не добил. Я ее только немножко покромсал. Давай, фаербол. Ой, фаербол, Грифа, давай, работай. Блин, а какой там работы, ребят? Не получится. Не выходит. И вы видите, почему не получается у меня все это дело. Давай так попробуем. Заморозка. Слушай, может быть, вот так хоть как-нибудь, ребят, ну. Джаггер, давай, этот, баллиста, давай, бомби. Бомби по богине солнца. Что ты? Что ж ты делаешь-то, родной мой? Ну, не то совсем надо было делать. Не то. Вот. Есть. Фух. Ребят, ну, у нас на все про все 45 секунд. Как думаете, успеем? А? Ну-ка попробуем. Если я призову, например, баллисту, и все это дело приправлю, знаете, кем? А мне некем. Мне надо вызывать джаггернаута. 31 секунда. Вариантов практически ноль. Если только деда призвать успеть. Ну, давай я попробую, ребят. Ну, 23 секунды, ну, не вариант. Не вариант, скорее всего, ребят. Фаербол я так вот сделаю до кучи. Черт подери. Да что ж так плохо-то все, а? Ребят, ну, 14 секунд я не успею. К сожалению, не получится. Я по таймингу не успеваю. Хотя идем вообще классно. Идем очень классно с вами, но, видите, все, это фейл. Это, ребята, фейл. Вот самый плохой фейл, это именно когда мы по времени не успеваем. Потому что следующее прохождение ничего за собой не меняет. Так, это ниндзя противная. Так, ладно, ускоряемся, ребята. Здесь уже все равно нам ловить с вами нечего. Заморозка. Ну, хватит уже, хватит. Успокойтесь, орлы. Вы уже выиграли, грубо говоря. Вы уже выиграли. Мне все равно придется с вами еще раз сталкиваться. Нет, они неугомонны и никак не могут успокоиться. Так, карточка. Давай вызовем деда. Бомбанем вот так. И, ну да, тут победили мы. Но перепроходить придется. Ладно. Что у нас есть, ребята, за вариант? У нас есть с вами такой вариант, что мы можем взять имбу, команду здесь. И попробовать ей сейчас пройти. Я думаю, что должно получиться у нас. Так, тут у нас ведьма. С кого он там начнет? Я даже не знаю, если честно. Ну, в любом случае, мага-рыцаря мы с вами можем призвать. Давай начнем именно с него. Ронин вышел спокойно. Не кипишу я. Мы с вами вызываем тоже Ронина. Да, посмотри, как он бомбит, а. Ты понял, да, что он творит? Вот такой вот он, ребята, чудик. Сейчас, естественно, выйдет... Воу, воу. Погоди. Погоди, мы же так не договаривались с тобой. Что ты чудишь? Вот что ты чудишь? Вот ты мне объясни. Все. Пора. Пора вызывать ведьму. Сейчас, ребят, 500 манны накопим, и я вызову ее. Поехала, радость ты моя. И, естественно, как только я вызываю, ребята, с своего босса, естественно, он призывает своего. Как по закону жанра прям. Так, у меня ульта-то что? С ультой все кисло, ребят. Все кисло. Давай попробуем. Ульта, поехала. Раз. Два. Убили. Все. Одной ульты было достаточно, чтобы богиня солнца отдуплилась. Так. Мой прыгун там работает. Работал, точнее, ребят. Работал. Ведьму сейчас укромсают. Или не получится? Как думаете? Получится или нет? Давай еще одного прыгуна призамем с вами, на всякий случай. Ага. Ну все, ребята, здесь победа за нами. 57 секунд. Да, разбомбили в пух и прах. В общем, мы с вами прошли нефритовую долину. Это первая из двух. Ммм, дали копеечка и 9 гемов. Ну что же, неплохо. И мы переходим с вами на территорию захватчиков. И кто нас здесь встречает? Пришелец и жаба с молотом. Ну что же, ребята. Пришелец и жаба с молотом. Это идеально для начала. Потому что, ну, пришелец этот будет летать. А жаба с молотом сам по себе медленный. Ну, он мощный, конечно. Но он медленный. Мы успеем его раскромсать. Сейчас мы посмотрим, с кого все это дело начнем. Так, кого он вызовет? Он, наверное, вызовет... Ага. Вот это для меня было новенькое что-то, ребята. Пускай он пролетает от паршвитца. Мы с вами вызываем... Оу! Нет, 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 нет. Он еще, ребята... Что же, у нас нет... Нет другого выбора, ребята, как... Пробовать вызвать... Конечно же, друидку, ребят. Конечно же, только друидку нам здесь надо вызывать. Чтобы мы могли с вами захилять свою базу. Давай вот так вот попробуем. Мы попробуем так. Теперь выставляем щитоботов. Естественно, нам здесь понадобится молотильщик. Почему-то захил идет слабый, ребят. Все, мы отхиляли свою базу. И должны здесь выиграть. Должны, ребята, по любасу должны выиграть с вами. Так, мы здесь размомбили всех. Опять что-то игра залагала у меня. Пускай он там похищает кого хочет. Мне уже, ребят, все равно. Минута у нас в запасе. В любом случае мы с вами пройдем. Так, давай еще, наверное, одного молотильщика призовем. И сделаем... Ну да, можно, в принципе, ульту применить. Все, шикарно. В базе хана. Все-таки друидка молодец. Вот что она может захилять базу, это просто имбова. Так, у нас энергии здесь нет, здесь нет. Вот, вот здесь у нас еще три энергии. Так, и здесь, ребята, прибавляется воблер. Воблер вместе с жабой молотом, это, конечно... Это тоже, как бы, не очень хорошо для меня. Ну, будем рассчитывать на нашу баллисту. Балетмейстер должен тут всех бомбить. Я никого сейчас, ребята, вызывать не буду, потому что я знаю, что он вызовет пришельца стопудово. А я, наверное, начну с грифона, скорее всего. Давайте-ка так, наверное, и начнем. С грифона именно. Так, грифон мой пошел. Пошел, 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 родной. Так, вызываем нашего голема. Так, сейчас, чувствую, ребята, полетит тарелочка, да? Она уже летит. Давай-ка вот так вот мы сделаем, чтобы он не выеживался здесь лишний раз. И все это дело заправим еще с джаггернаутом. Так, а куда мой грифон-то делся, я не понял. Неужели воблер его подбил? Наверняка так оно и было. Так, хорошо. Давай-ка попробуем вот так вот. Оп! Ну? Блин, он все-таки, ребята, успел голема на свою сторону переманить. Ну? Ну что такое? Что за танцы такие нелепые? Давайте, ребята, быстренько джаггернаута и фаербол, наверное, в догоночку, да? Вот так-то оно будет делать все. Великолепно выглядеть. И последние удары. Да, прошли. Мы с вами прошли и этот уровень, ребят. Третий. Кто? Слизень. Да? Слизень-морпех. Так, его увеличать. В узких кругах, поэтому... Он, кстати, массовый атакер, получается, да? Бомбит в кучу моих персонажей и по всем наносит урон. Здесь бы, конечно, был бы хороший прыгун. Как раз бы он его довольно неплохо бомбил бы. Так, ну что же. Начинается с... Погоди, а если мы вот так вот сделаем? О-о-о-о-о-оу. Тут нужно, ребят, пошевеливаться, потому что, как бы, ну, не до расслабления. Не до расслабления, ё-моё. Ну! Иди ты еще будешь меня тут переманивать, а? Баллиста, давай бомби, 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 родная моя. Так. Ага, подбили. Этого мы застанили. Я думаю, что нужно вызывать деда. Будем, ребята, сейчас дедушку призывать. Чтобы он здесь уже разборки свои крутил. Хотя нет. Подбей. А, не получилось. Ладно. Ладно, хорошо. Спустим это, ребята. Сквозь рукава. И давайте призывать дедулю. И фаербол я еще вот так вот... Хоба-на! Еще и ускорение тут у меня. Ха-ха, дед быстро дошел до замка, да? Моментально доскочил. Так, карта предшельца. Она нам пригодится. И давайте, ребята, разносим к ядрению фени. Ну! Ну! Вот. Вот оно. Ну что, ребятули, все хорошо, все красиво. Предпоследний у нас уровень. Так, здесь у нас, ребята, улитка. Вот я, кстати, улитку здесь боюсь больше всего. Потому что, ну... Ее нужно контрить. А кем контрить будем? Попробуем големом. Лишь бы он ее не успел вызвать. Так, погнал голем. Ну, естественно, естественно. Ребят, улитка летит, конечно же. Как же без нее? Ну, голем выдерживает, кстати, удары довольно неплохо. Так, следующим кого нам надо призвать? Так, блин, воблер этот, чертов. Как он вовремя, а? Как он, ребята, вовремя появляется? Так, сейчас, по-моему, мы с вами лишимся кого? Баллисты или пришельца? Да, по-моему, никого мы тут не лишимся с вами? Нет, я все-таки лишился, ребят. Я лишился, я не успел. К сожалению. Не успел. Блин, воблер, да ты достал. Какой ты, блин, мощный. Нет, ты посмотри на него. Баллисты, давай, накажи их. Ну, будем наказывать сегодня или нет? Или будем смотреть, любоваться, блин? Так. Пришельцев мы, ребята, застанели с вами. Хе-хе, твою жмаковку. Что он творит, а? Что он, ребят, творит? Фаербол. Вот так вот. Будет знать свое место. Ох, пришельц, как же ты меня раздражаешь, а? Серьезно тебе говорю. Он меня очень сильно, ребята, раздражает. Вот своим вот этим вот похищением. Ну, ладно, что он еще похищает. А когда он на свою сторону переманивает, это вообще, конечно, жесть какая-то происходит. Так, давай вторую баллисту призовем. У нас времени минута. Будем стараться с вами... Да чтоб тебя. Ну. Давай, дед. Дед, востушу, подед. Выходи. Погнал. Возьмем вот так вот с вами. Сделаем. Ну, что могу сказать, ребят? Должно быть все отлично сейчас. Должно быть все отлично. Как говорится, пришелец ничего не успевает сделать. Потому что здесь грифоны и две баллисты. И он даже не успевает никого похитить у нас. Я еще даже третью баллисту призову. Хотя, я думаю, что и не надо было. Ну, мне все равно, как бы, приятно побольше юнитов своих вызвать. Да, ребята, мы разбомбили. Разбомбили замок. И последний этап. Давай посмотрим, какой здесь будет босс. Здесь босс лорд пустоты. Мы, кстати, с ним, ребят, давно не сталкивались. И, пожалуй, в этой серии у нас не получится с ним столкнуться. Потому что, как мы видим, ребята, нету энергии. Ну, что же. Тогда будем, наверное, ребятушки с вами закругляться. Обязательно продолжим играть в эту игру. Но уже в следующей серии. Так, я посмотрю сейчас. Мы ничего здесь не заработали? Нет, заработали. И квесты. Вау, классно, ребята. Вы посмотрите, сколько у нас гемов. 426. Это же великолепно просто. И уровень скоро у нас будет. Да, ребят, мы даже можем его получить сейчас. Но я не хочу тратить голду. Потому что, когда левел апнется, нам нужно будет прокачивать наших бойцов. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok